Главная тема экспозиции. Жизнь и работа самого значимого деятеля в истории уголовной исполнительной системы. Михаил Николаевич Галкин-Вороской, основоположник принципиально новых методов воздействия на заключенных. Именно благодаря ему более 130 лет назад уголовная исполнительная система приняла такой вид, какой имеет сегодня. Ее главной задачей стало не наказание, а исправление тех, кто нарушил действующий закон. В целях создания новой единой системы Галкин-Вороской два года изучал тюремные дела на Западе. По возвращению он составил свой главный труд, положение которого и начал воплощать на практике. Россия, которая находилась в пенициарном деле, то есть в тюремном деле в числе отстающих, благодаря Галкину-Вороскому, его соратникам оказалась в числе первейших. Иностранцы приехали принимать наш опыт, смотреть, как хорошо у нас получилась одиночная тюрьма Кресты, какая замечательная тюрьма у нас получилась в дом предварительного заключения. Деятельность Галкина-Вороскова оказала непосредственное влияние и на развитие Владимирской тюрьмы. В конце 19 века началось активное реформирование системы. В первую очередь пропагандировалось гуманное отношение к заключенным. Изменения в системе претерпели и наши исправительные учреждения. Ну, Владимирская тюрьма, например, что в это время создается тюремная инспекция 1879 год, которая проверяла работу данных учреждений. И было отмечено, что было при проверке инспекции, есть такие документы, что в Владимирской тюрьме было хорошо. Чем? Потому что существовали тюремные огороды, где для осужденных выращивалась картошка, капуста, работали различные мастерские, где осужденные работали и получали заработную плату. Документ с автографом пенитенциарного деятеля, его книга и медаль. В первую очередь экспозиция составлялась для сотрудников ведомства. Сегодня в стенах УФСИН с историей своего дела знакомятся сотрудники исправительной колонии номер 3. Сегодня узнали с удивлением, что изначально кресты построены были не для особо опасных преступников, как сейчас принято считать, а именно для людей, которые совершили преступление небольшой либо средней тяжести. Поэтому, не знаю, наши сотрудники довольны остались. Эта небольшая выставка – лишь малая часть от центральной экспозиции, которая базируется в Москве и насчитывает более 300 квадратных метров выставочной площади. Передвижная экспозиция укомплектована специально для переездов. Уже в конце этой недели из Владимира она отправится в Вологодскую область.